Много заявлений поставить точку и много поводов отчитываться и спорить об итогах. Последнее в 2015 году заседание Кировской городской думы прошло на удивление мирно и тихо. Говорили о бюджете, алкоголе и муниципальном имуществе, но некоторые депутаты с заседания ушли огорченными. Вопросы, которых ожидала общественность и которые власти неоднократно обещали поставить точку, даже не были внесены в повестку. Ольга Шмырина продолжит. Коллеги, я попрошу, давайте настроимся на рабочий лад и приступаем к работе. Настроив всех на рабочий лад, Владимир Быков начал с традиционного. Раздал благодарственные письма и поздравил именинников с днем рождения. Татьяна Викторовна, я вам передам. Далее о серьезном. Начало финального в году заседания пропустили семь депутатов. Два в командировке, один предупредил, что болеет, другие без уважительных причин. Остальные 29 формально в сборе. Самый первый и главный вопрос сегодня – внесение поправок в бюджет. В связи с экономией, сложившейся от проведения конкурсных процедур и поступлением доходов ниже запланированных, предусматривается сокращение бюджетных ассигнований по отдельным видам расходов. Увеличились вливания из Москвы и доход городского бюджета в целом возрос на 19,6 миллионов рублей. Деньги направят на социальные выплаты по ипотеке для молодых семей, на школу в Зиновых и на завершение строительства дома для переселенцев на Пионерской. Деньги также пустят на строительство систем водоснабжения. Впрочем, об ожиданиях депутаты сегодня ждали от Александра Перескокова отчета ровно год на посту главы администрации. Но вместо этого – загадочная улыбка и молчание на протяжении практически всего заседания. Видимо, о результатах работы 2015-го расскажет уже в новом году. Ждали и жирные точки в вопросе застройки исторической части города. Вместо нее Ирина Дубцова просит голосовать за изменения внутри ведомства. А ведь еще парой месяцев раньше обещали все же официально установить границы исторической части, где будет запрещено строить высотки. Вообще, год в плане законотворчества некоторые депутаты называют провальным. Сперва скандал с реконструкцией центрального рынка, где конкурс на выбор подрядчика, напомним, по мнению прокуратуры и суда, состоялся незаконно. После – Парк Победы. Они боялись, при том оба боялись, особенно Быков. Результат слышали, да, областной суд вынес решение о незаконности продажи 4 гектаров земли. Ну, центральный рынок, плюс там школы провал. И задача их была не дать выступить. Мы, наконец-то, в июле приняли программу развития образования, строительства школ, но слишком поздно. У нас земли нет в городе. Нам нужно 15 школ к 2020 году. Нам сейчас нужно 3 школы в год строить. Притом по тысяче человек. Понятно, что мы этого не сделаем. И у нас будет провал, у нас будут переполнены школы. И проблема самая, это главное, все эти 15 школ мы наметили, они все на окраинах города. А у нас главная напряженка – это в центре. В продолжение скандала всход снега с крыш не допустить, несчастных случаев избежать. Для этого сегодня новая поправка принята единогласно. Теперь территориальное управление вправе штрафовать собственников, управляющие компании и обслуживающие организации за опасные крыши, улицы и тротуары. Нарушителей уже не смогут оспорить наказание. А вот питейные заведения уже в новом году станут ближе к народу. Депутаты сегодня решили, что обязательное расстояние в 30 метров между, к примеру, школой и кафе – это слишком много. Большинством сократили до 20. На обсуждение 26 вопросов депутатам было выделено 2,5 часа, но закончили даже чуть раньше. Бурных обсуждений не было, разве что оживление внесли вопросы муниципального имущества, его передачи области, религиозным, либо культурным организациям. В целом финальное заседание городской думы в этом году прошло на редкость тихо. Может быть потому, что 43 заседания уже за плечами, впереди каникулы. Ну а в следующий раз депутаты соберутся уже в феврале. Ольга Шмурина, Максим Скачилов, информационный канал, город.